Утренний гость Ну и в продолжение нашего эфира хотелось бы еще раз поздравить всех тех людей, кто причастен к КВНу Мне кажется, нет такого человека в России, который не причастен был бы к КВНу К КВН уже полтос, а он все равно молод, свеж, чист, нежен Еще много эпитета всяких разных, можно ему приписать Главное дело, что он весел Даже если не участвовали в КВН, я, например, участвовала в студенческие годы Мы всегда, как зрители, с огромным удовольствием собираемся в экранов телевизора и смотрим, смеемся И не только ходим на всеразличные фестивали и мероприятия КВН, поэтому всегда радостно и здорово Ну, представляй уже гостя, представляй нашего гостя С огромным удовольствием это сделаю Актер команды КВН Чуваши и ЧГУ, сборная города Чебоксары, Родион Мизюк, привет! Всем доброе утро Доброе утро, смотри! Хотел он улыбку свою все-таки спрятать, но не получил Самое позитивное доброе утро, потому что сегодня день рождения КВН А сегодня праздник! Который год ты уже празднуешь этот день? Ну, лет, наверное, 10, может, уже 11 год прошел Ну, я тут давно, да То есть ты уже школу закончил? Получается, ты весь курс начальной школы и прошел в КВН? Ну, я вот со школьных лет начал заниматься КВН А как я там пришел? Посмотрел на кого-то? На Мартирощана? Такая история интересная, это меня одноклассник позвал в КВН, говорит, вот у нас есть сборная на Чебоксарске там все, с разных школ, ребята, давай с нами в КВН Ну, я пришел, посидел и ушел И как бы мне это не впечатлило, я что-то посмотрел, они что-то сидели, думали, короче, и я такой думаю, это не мое И ушел, и где-то через неделю опять пришел, и все-таки вот и влетел в эту команду А команда тогда называлась Дети Химпрома Отлично, ну смотри, вот приоткрываешь уже завесу тайны КВНщиков, да Потому что мы-то видим по телевизору, уже готовые варианты, отредактированные, 10 тысяч раз, наверное, там что-то уже вырезано, порезано, добавлено А вообще, как происходит КВН? Это не всегда же, наверное, смех или всегда смех? Это большая умственная работа или это спонтанные какие-то мысли, которые пришли в голову? Ну, это очень большая работа выступать на сцене, это очень долго готовиться к этому надо Но иногда импровизация помогает, это разминка На разминке ты всегда импровизируешь, придумываешь быстро шутку и отличаешь Есть разные виды, как ты можешь готовиться к КВНу Можешь месяц готовиться, чтобы выступить с визиткой, а можешь за минуту придумать смешной атлет Так, минута пошла? А вопроса не было? Придумаем еще А правда то, что в КВН есть некая дедовщина? То есть, вначале ты приходишь и ты носишь стулья, или там микрофончики подаешь, или там как-то реквизитом занимаешься, потом уже... Или чай готовишь всей команде Да нет, мне кажется, такого нету, но любой КВНчик проходил все этапы Он и носил стулья, он и был ширмачом когда-то, у нас была ширма сейчас... Ширмач? Да, ширмач, да Раньше в КВН очень часто использовали ширму, чтобы сузить рамки сцены, как бы А сейчас такого нету Сейчас ширмач ушел в другой вид деятельности А для чего нужно было сузить рамки сцены? Ну, чтобы КВН быстрее оказался на телевидении, наверное Сейчас нету, а что нового появилось в КВН? Да, мне кажется, КВН он всегда меняется, потому что, как бы, молодежь сейчас все новое и новое появляется Сейчас вот и для молодежи интересно, там, например, Versus Battle, если здесь на телевидении можно это говорить Ну что такое Versus Battle, давай! Это рэп, 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 рэп Для меня это не близко, я люблю послушать музыку разную Но вот сейчас молодежь почему-то очень сейчас популярна стала быть рэпером Вот когда-то было популярным быть КВНщиком Ну и сейчас, я думаю, что это, ну, никак не ушло от этого Все тоже хотят заниматься КВНом, чем-то интересным, хотят творчеством заниматься Вот Так Я просто смотрю так, да, меня просто завораживает Потому что для меня всегда КВНщики это люди какие-то, они с другой планеты Они что-то придумывают, они очень эрудированные, у них с чувством юмора вообще проблем нет И когда с ними общаешься, они все время какую-то вот шуточку И ты не знаешь, что-то надо обидеться или посмеяться или, ну, в большей степени, конечно, посмеяться Поэтому, как у тебя в жизни, как с тобой общаются друзья не КВНщики, вот родные, то же самое Мне кажется, за 10 лет КВН, в котором я, у меня вот друзей не КВНщиков очень мало У меня все друзья КВНщики, ну, потому что КВН такая жизнь Я вот, как, я вот всегда вот спрашиваю, КВН, что для тебя КВН? Вот, вот, и самое первое, что хочется ответить, для меня КВН это жизнь Вот я живу КВН, потому что мы, получается, постоянно в разъездах Я очень редко дома, у нас постоянно сборы, я постоянно чем-то занимаюсь Ну, вот, помимо КВН, еще какой-то творческой деятельностью, пишу какие-то сценарии, еще что-то делаю Ну, хочется всегда чем-то заниматься, ну, мозг должен всегда работать Ну, мне кажется, КВН это как раз-таки та стезя, где мозг постоянно работает Потому что одно дело тебе нужно креативить и придумать сценарий смешной, чтобы цепануть зрителя, да, чтобы зритель, прежде всего, смеялся А с другой стороны, нужно быть всегда готовым, чтобы, вот, как говоришь, ты за минуту придумать смешной ответ Или даже если он не смешной, но он будет логичный, правильно выстроен этот ответ, не какой-то с бухты баракты взял Это же постоянная умственная деятельность Вот, что в этих условиях для тебя самое простое и что самое сложное? Ой, для меня, кажется, все сложное, но это не так просто придумать смешной ответ И тем более попасть, чтобы зритель засмеялся И когда ты сам придумываешь какой-то материал, ты все равно, ну, делаешь акцент на актуальность этого юмора Потому что сейчас очень быстро все меняется, тренды все быстро, 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 быстро Сейчас вот очень много рэпа, который там вот есть, скриптонит, который там очень непонятно читает, но он всем нравится почему-то, но это тренд И когда ты придумываешь материал, он не может жить очень долго, потому что сегодня ты пошутил про что-то, которое уже завтра уже никому не интересно А вот в связи с этим хочется задать вопрос, наверное, знаешь какой? Есть, наверное, какой-то все равно местный уровень А местный юмор, где локализованный, скажем так, не берусь судить, там плохой, хороший, ну просто он понятен будет просто для какой-то локации А есть общий, например, в рамках страны Вот вы к чему больше тяготеете? К тому, чтобы развивать местные какие-то тенденции или все-таки какой-то универсальный охват больше территориально, чтобы это было понятно большему количеству людей? Для нашей команды мы, конечно же, больше территориально, потому что мы в прошлом году играли в Лиге Лампа, это московская лига, и там мы не шутили на тему клуба тройки, там чебоксарского юмора, там все было на московские темы, на общие темы И сейчас мы пытаемся общими темами шутить, потому что как бы мы выше-выше и выше растем, нам надо шутить на такие Локальный в данном случае юмор, он мешает или наоборот он подстегивает? Ну, наша команда так создана, что у нас есть Лёва, наш фронтмен, он дает изюминку, вот нашу чувашскую, мне кажется, в этом и есть самый смак нашей команды, потому что мы не просто шутим на общие темы, мы еще шутим с акцентом С акцентом на нашу республику, отлично Мы с Лёвой еще познакомимся сегодня, пообщаемся, те, кто не знает его, поэтому это чуть позже, а пока у меня такой вопрос, вот на КВНчик они где-то не учатся, нет такого факультета КВН, правда? Нет такого университета Откуда все-таки вот это зерно берется, и кто ты по профессии? Я закончил вообще инжекон, у меня профессия прикладная информатика в экономике, но я никогда не работал по профессии Ну, ты знаешь, у тебя, у тебя все-таки уже сама профессия, прикладная информатика, только вдумайся, в экономике, то есть это уже клуб веселых и находчивых, я хочу сказать А все остальное, это как раз-таки логика вещей присутствует, ну и, конечно, книжки, наверное, тоже много читал Кстати, какие книги любишь читать? Ой, я, если честно, вот с книжками сейчас вообще очень далеко связан, потому что не хватает времени на это Чаще всего мы читаем, вот как КВНщики, мы читаем новости, очень много новостей, очень много такого информации Откуда ты можешь черпать юмор, потому что все вот новости, которые выходят, это все актуально И все с этим актуально надо всегда вот связывать У меня вот всегда я новости, 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 все странно, начинаю с новостей И разные даже новости, у меня есть очень много приложений разных в телефоне И читаю с разных источников То есть тебя смело можно брать на телевидение, работать в службу новостей, ты будешь их составлять правильно, грамотно Ну, может быть, может быть Смешно Веселые новости А веселые новости от Радиона Мы тебя возьмем к нам на телевидение Хочешь? Я попробую Я попробую Ну мы можем тебя на ТВАРАДИО взять, Радио, понимаешь, веселые новости Ты, кстати, языком владеешь им местом? Нет, чувашским, к сожалению Отлично, будет еще веселее, понимаешь? Ты как раз-таки с уклоном С акцентом, да, на нашу республику вы еще говорите Как тебе такая перспектива? Ну, спасибо, можно попробовать Удачно ты зашел Я буду чаще заходить Отлично, мы рады этому событию Здорово Ну, так как относятся близкие, мы уже поняли то, что все всегда поддерживают, смотрят, наверное, да? Игры болеют, как вторая половинка относится? Очень замечательно Вторая половинка уже, можно сказать, в команде Она у нас администратор Вот так, все окружение, значит, подтягивается Вторая половина Скоро родители еще туда засунули Отлично, и детей родишь, и тоже в КВН отдашь Или не отдашь? А, ну не знаю Я еще не думал, значит, этого пока Ну, я думаю, что, ну, для меня как-то, я не знаю Вот я, когда в КВН попал, мне очень понравилось почему-то Вот, и я как-то даже не определялся, что мне в будущем надо Вот у меня была цель какая-то там в телевидение попасть Мы попали на первый канал Это уже вот галочку я пометил себе Да, я попал Дальше надо, дальше, дальше Хочется все больше и больше, как бы Мы же в любом случае занимаемся КВНом, чтобы прославлять себя Как минимум И как максимум хочется прославлять свою республику Вот, и хочется, чтобы они все больше и больше узнавали народы И приезжал сюда в гости И смотрел, какой красивый город наш, Чебоксары Ну, смотри, с твоих слов мы понимаем, что для тебя КВН, во-первых, ты сказал, жизнь Во-вторых, это получается уже и работа А в этих условиях, что для тебя хобби или отдых И есть ли хобби, если оно есть, например И как ты, потому что мне кажется, все равно 24 часа в сутки, ну, условно, да, одним и тем же делом надоедает заниматься Рожать из себя эти шутки там Или постоянно хохметь Мы же по-разному все-таки устроены люди Вот что тебя вдохновляет и что тебя расслабляет Ох, столько вопросов Хобби вдохновляет, расслабляет Ну, хобби вдохновляет, расслабляет, понимаешь? Не знаю, вот сейчас я в последнее время, я когда-то занимался музыкой И сейчас в последнее время вот начал заниматься опять музыкой Пишу музыку И вот в скором времени, может, вы услышите что-то А что именно пишешь? В каком направлении? Молодежное, новое, хаос Что-то такое популярное Ну, я не хочу ничего говорить такого Потому что это хобби И вот как раз из разряда того, как я отвлекаюсь от КВН И вот начал заниматься музыкой А есть какая-то мечта вот в КВН Да, вот достичь какой-то вот особой высоты И чтобы вот в какой-то момент вот аплодировали тебе Провести высшую лигу КВН, например? Нет, вот не провести высшую лигу, а попасть в высшую лигу Это, мне кажется, мечта любого КВН-чика попасть в высшую лигу Это все Если ты попал в высшую лигу, ты можешь уже не мечтать ни о чем, грубо говоря Потому что когда ты даже начинаешь в КВН играть Я всегда смотрел на высшую лигу Ну, я вообще попал в КВН Я приехал сюда в Чебоксаро посмотреть нашу высшую лигу И для меня это было вообще прям, ох ты, как круто Полный зрительный зал, команды шутят, очень смешно И я уезжал домой, и я думал, блин, вообще вот так хочется мне здесь, в этом зале выступать Тогда КВН проходил в ДК Ухсая Для меня это было вообще просто мечта, мечта, мечта Вот, и через какое-то определенное время мы попали в ДК Ухсая И выступали там, и как бы одна мечта у меня закрылась Смотри, да, мечта свойственна сбываться И вот эта мечта тоже обязательно исполнить самоуверенно Ну а потом все, звезда, сериалы, кино, ты популярен? Ну, дальше вот когда ты понимаешь, когда ты какую-то мечту добиваешься Ты ставишь уже другую цель Я пока еще не ставил себе какую-то дальше цель Вот сейчас мечта попасть в Высшую лигу С нашей командой Ну, мне кажется, тихонечко двигаемся к этой цели прям хорошо Как показала практика, действительно, очень много людей, которые играли в КВН, в Высшей лиге Теперь они занимаются творчеством дальше Снимают фильмы, пишут сценарии, вот как ты, кстати, пишешь сценарии Да, сценаристы И так далее, и тому подобное Ты бы хотел бы сниматься в фильмах? Ну, даже не знаю Наверное, попробовать можно А в каком фильме хотел бы сняться? Ну, конечно, комедия Комедия, да? Все-таки А какие сценарии ты пишешь? Для чего? Новый год? Ну, разные сценарии, на самом деле Я еще, как вы говорите, есть такое хобби у меня Летом КВНчики прекращают свою деятельность Ну, так минимум Может, летний клубок бывает и так далее А обычно у нас все начинается с сентября И заканчивается апрелем, мартом Ну, примерные даты вот такие бывают И летом я вообще обычно ездил в лагеря В детские лагеря тоже с 18 лет И там я прописываю программы Новые детские программы, интересные Вот, и работал Как бы в этом году я работал там в одном лагере Мы очень тесно сотрудничали с танцами ТНТ У нас там были преподаватели Вот, и как бы в том направлении я еще работаю То есть сценарист детских мероприятий Лагерных смен целых Это тоже нужно поймать Это своеобразный тоже стиль Там нужно знать, что интересно подростку Или ребенку А я вообще считаю, что КВНчик Это универсальный человек Который может абсолютно все И умственная работа ему тоже дается А с легкостью, потому что они, повторюсь, эрудированные И всегда с ними приятно общаться Коммуникабельные, вот что очень важно, да Для любого работника Поэтому мы хотим еще раз поздравить тебя сегодня С праздником Спасибо От всей души Пожелать побед И пусть мечта обязательно исполнится Спасибо Может быть уже в другой роли Ты выступишь в следующей нашей встрече Да, уже как роль победителя Поэтому всего только самого хорошего и доброго А мы с нашим первым гостем прощаемся Подожди, пока простимся Все-таки мы, пусть пожелание Какое-то нашим телезрителям Пожалуйста, твоя камера, работай Давай, твой звездный час поставил Ты уже победил кубок у тебя в руках И ты звезда На самом деле хочу в этот день поздравить вообще всех КВНщиков КВНщиков Чуваши, которые сейчас играют в наших разных лигах Пожелаю выступить, если не на пятерке И то вообще выступить так, чтобы душа радовалась Лично тебя душа радовалась И я думаю, что любой КВНщик достоин высшей лиги И хочу сказать всем КВНщикам Чуваши Рвите, рвите наши залы И потом будете рвать залы других городов Здорово Актер команды КВН-Чуваши ЧГУ Сборная города Чебоксары Родион Мизюк Спасибо за эту встречу Спасибо вам Еще раз добрым утром Ну а мы, друзья, продолжаем Наше замечательное утро Будильники шоу Совсем скоро вернемся в студию Пока небольшой перерыв Друзья, продолжаем наше утро Будильники шоу продолжаются Анголицын и Максим Попов С удовольствием приветствуем еще одного гостя В нашей студии Лев Сердцев С огромным удовольствием Представляю этого человека Потому что люблю творчество Обожаю команду Капитан команды КВН-Чуваши ЧГУ Сборная города Чебоксары Доброе утро Доброе утро Столько добрых слов Прям покраснею сейчас Сейчас будет еще больше добрых слов Но пока что вопрос Вот нам Родион до этого сказал Что ты фронтмен А ты говоришь капитан Это есть разница? Ну разница есть Фронтмен это, наверное Кто больше всего играет Я вот, например, во всех миниатюрах играю Ну практически На последней игре был во всех Так То есть все главные роли достаются мне А капитан может и другим человеком быть Кто создал, может, команду Но обычно меня капитаном считают Когда конкурс Биатлон Чтобы я один мучился За всю команду Они просто переживали Чтобы я трясся, переживал Как это сейчас было На последней игре Вот Ну сейчас мы поподробнее Познакомимся Узнаем капитана этой команды Чуть поближе Поближе Поэтому продолжи, пожалуйста, фразу Утро добрым Бывает Отлично Свидание или пишемся? На свидании пишемся Отлично Спой любимую песню Прямо сейчас сходу Шаки чеки тутчику на туна О, о Отлично Стал бы ты веганом? Нет Обожаю мясо А если бы не КВНчик Кем бы ты стал? Пошел бы работать на завод Так, отлично Но по профессии Ты вообще повар? Технолог общественного питания Повар третьего разряда Как все это вообще получилось? А ты работал когда-нибудь? Да, работал В Чебоксарах В Москве еще работал Пельни не лепил? Почти, можно сказать Не говорит, смотри Подожди А вот ты говоришь Мы свидание и пишемся То есть на свидании и пишемся А ты еще готовишь, наверное, да? Для ребят Я для ребят, нет Пусть сами готовят А так вообще люблю Готовить дома Всегда что-то там Мясо куплю Что-нибудь там Самое твое коронное блюдо тогда? Вареники Вот, ты с вами почти пельмени Вот правильно я, да, угадал? Вареники с творогом Обожаю Вареники с творогом любишь? С домашним? Да Интересно Даже сам умею делать творог домашний Из деревенского кефира Вот сидит перед нами капитан Человек, который, ну, все-таки Весомый голос, да, за тобой Все-таки за тобой идет вся команда Ты лидер Ну, с другой стороны Добрый, милый человек Вот медведь такой у него А ты смотри, в косухе Медведь такой добрый, милый Но в косухе Это намек? Наверное Я не всегда добрый В команде бываю злой Ругаюсь А почему ты бываешь злой И почему ты ругаешься? Потому что Я ругаюсь Потому что иногда Мысли не совпадают Перебивают меня Допустим, репетируем Сбоку кто-то Начинает разговаривать И говорит Ааа, остановитесь Не сбивайте меня Потом все успокаивается И мы все друг друга любим Как к тебе пришел такой образ? Это вот как-то Само по себе такой? Или ты такой в жизни? Или долго искал? Копался в себе? Ну, это, наверное Этот образ появился В 2009 году Вообще выступать С акцентом чуть-чуть Мы поехали в Лигу по Волжье Александр Соколов Позвал меня За сборную ЧГУ И мы придумали образ Где я в рубашке клетчатой В сланцах В белых носках Деревенский паренек был Добрый вечер Ребята Девчата Ай Так обнять охота всех девчат Но некоторые Со своими ребятами Ай Ребята Это финал Это праздник Аж рот не выдерживает Улыбаться хочу Только больно Ах Камеры снимают На телевизор Надо выдерживать Эту муку Ах 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 Такое сейчас приснилось Как будто на сцене орал Потом расскажу Илюша Гуляется А кто третье Четвертое место Занял У них вообще Праздник был Ну что ж Ребята Давайте по старинке Жангер Жангер Поехали И потом Как-то вот так Приклеился акцент Во время выступления Это помогает Немножко А этот юмор Всем понятен Вы же выезжаете Все-таки За пределы республики И в соседние республики Едете И едете в Москву Вот этот юмор Понимают люди Мне кажется Да Потому что Если мы в Москве С таким юмором Выиграли Значит все Люди понимают Там в Москве Живет вся Россия Можно сказать Понимают Ну давай Расскажу Так же в Казани У нас тоже Замечательные соседи Понимают Прям даже Любят зал нас там Вот кстати Про Казань Какие игры были сейчас Может быть кто-то не знает Но мы валили Я знаю Что у ребят В копилочке Еще одна победа Что планируется Вообще планы Чем живет сейчас Команда ваша Значит так У нас вначале Были полуфиналы Полуфиналы Первой лиги Там Три игры Проходит финал Только первые места Мы заняли второе место И не прошли финал Но организаторы Первой лиги Решили сделать кубок Все команды Которые не прошли Участвуют там Не все команды Конечно приехали Было семь команд И только чемпион Попадает в финал Финал уже 29 ноября Вот Неделю отдохнули Сейчас И вот На следующей неделе Наверное Опять Начнем все собираться Готовиться Мучиться Что потом Потом попадаем Ну едем в финал Как-то играем там И уже 5 января Выступаем в Сочи И там уже все решится Куда мы дальше попадем Что скажут Взрослые КВНчики И Александр Васильевич Здорово Ну и сегодня Особенная игра будет В нашем городе Вот о ней Расскажи подробнее Сегодня будет игра Лига работающей Молодежи Олимп Будет в ДКЧГУ Что это такое Различные предприятия Какие-то радиостанции Там есть Которые работают там Показывают свой КВН Не просто профессиональные КВНщики Как вот с детства Мы учимся Просто решили сделать так Чтобы Всякие тоже Любой попробовал Обычные ли? Всякие Обычные ли? Посмотри Тогда да Мне вот интересно Если КВНщик Это не профессия Если это призвание То как отличить человека Что он профессиональный КВНщик И он не профессиональный КВНщик Что это? Ну я не знаю Я думаю наверное Надо по лигам покататься Долго-долго этим заниматься Они Как некоторые делают Раз Год поиграли Через три года вернулись Опять полгода поиграли Опять ушли Это уже не профессиональный КВНщик КВНщик всегда должен постоянно Что-то придумывать А то у него мозг Сгниет Юмор А вы суверные люди? Ну нет как бы Но перед игрой Бьем друг другу по плечу И как бы это нас бодрит А зачем? Не знаю Соберись И как бы Вот я всегда прошу Чтобы меня били Это как-то называется Этот процесс? Бодрячок Мы называем А бодрячка Да не бодрячка У вас команде есть девушка И что вы ее тоже бьете? Нет Она вас всем бьет? Она Да Она по-любому бьет Даже не всех бьет Меня В основном я прошу То есть все Все остальные шесть человек И сколько вас там в команде Дают тебе бодрячка Да А потом у тебя болят плечи Иногда бывает то что Вообще изначально мы как это делали Стоит команда Проходишь и со всей силы Тебя с разных сторон бьют Сейчас только меня в основном бьют КВН весело играет И бывало то что Выходишь на сцену А микрофон поднять уже не можешь И передаешь другую руку И не начинаешь И уже смешно И уже Делаешь улыбку Хорошо как будто А плечо болит И так самому себе Смешно становится Лёва У вас есть свой зритель Который Ездит с вами на все игры Ваш какой-то поклонник Может девчонка Которая с ума сходит Да от вас И парни в том числе Которые любят ваше творчество Вот они всегда вас сопровождают Потому что с командой Действительно Это уже вот как часть Часть жизни Для них Есть ли такие люди? Но Я бы сказал Так У нас есть болельщики Которые вот и в Москву Приезжали к нам За нас болеть И в Казань приезжают Ну тоже по возможности Кто как может Но частенько На своих машинах Вот в Казань приезжают И У нас много болельщиков Я думаю А есть такие люди Которые приходят И говорят Возьмите меня в команду Я такой хороший Я вот все исполню Я вот все смогу Но с КВН он как-то не связан Рвутся После может быть Каких-то определенных Побед ваших Обычно говорят Можно я Можно у вас в команде играть Мы говорим Лучше сделать Свою команду И мы Тебе в этом поможем Все Сказать Какую лигу К нам надо приходить Редактуры Где Как Поможем Всех ждем Всем помогаем Вот Если в школе учитесь У нас есть школьная лига Она будет 12 ноября Кстати Приходите все Будет весело Я там редактор Школьной лиги У нас в этом году сколько 16 что ли Команды Или 17 Все дети Уровень уже сразу виден Больше Четвертый год нашей лиги И все школьники Всем помогаем Редактуры Очень интересно будет А вот интересный вопрос Научить шутить Человека можно Или это врожденные качества Это надо научиться самому То есть я раньше вообще Не мог писать Нам ребят постарше помогали Потом я взбесился Думаю я смогу Подключил дома интернет И я неделю наверное смотрел Смотрел КВН старые выпуски Прочитал книгу Что такое КВН Где там тоже рассказываются Шутки как делятся И потом как-то Получаться стало Все таки получается Что юмор И какая-то Ответная реакция Человека На слова Это систематизировано Как-то Да это можно В принципе учить Вот так же как Расхожая фраза Можно ли научиться Человеку танцевать Или петь Или рисовать Писать картины Все таки получается Что шутить Человека тоже можно Да можно научить Есть различные схемы Обманочки всякие И этому все Почуешься И потом у тебя Голова придумает Свой ход Какой-то новый Этому все Можно научиться Можно быстро научиться Можно долго учиться Да но кому-то нет Кому-то быстро научиться петь Кому-то долго Есть команды Которые например Год где-нибудь В лиге поиграли И потом Раз На первый канал А есть команды Которые по пять лет И еще попасть А в чем их проблема Не знаю Сейчас многое тоже Решает стиль команды Как бы Вот если посмотреть Сейчас первый канал Там вот Сборная цирка Уже отличается Потом сборная Грузии Это потому что Они хорошо Очень сильно поют Потом Там плюшки Есть из двери Там выходящий Персонаж Своеобразный И вот каждая команда Она по-своему Чем-то берет И если ты просто Команда вышел Миниатюру показал Ушел Это тяжело будет Если даже будет Очень смешно Вот Ну и ваша команда Отличается И это радостно Потому что она такая Особенная Наша Чувашская И мы Только желаем вам Удачи В миллионный раз И действительно Хочется Посмотреть В телевизорах Встать в финале Сказать Это мы Это Чуваши Это наша команда КВН Чуваши Чегу Сборная города Чебоксары Спасибо Спасибо Лев Серцев Капитан команды Сегодня у нас в гостях Ну и тоже Пара небольших слов Высказываний В адрес телезрителей В адрес КВНчиков Может быть кто-то Смотрит нас Потому что сегодня Праздник как-никак Дорогие друзья Все Кто хоть раз Играл в КВН Неважно где В школе В университете Всех с праздником С днем рождения КВН Это ваш Тоже день рождения Если вы хотите Играть в КВН Не стесняйтесь Приходите к нам КВН Чуваши Всех Всем поможем Если вы Смеетесь Над анекдотами То тоже ваш праздник Все Смейтесь больше Отличный посыл Смейтесь друзья Больше И улыбайтесь Самое главное И болейте за нашу команду Приходите на игры Ребятам ведь так Нужна эта поддержка Поддержка друзья И опора конечно же И юмор 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 Ну а сейчас Без юмора скажем Как правильно Складывать что Как Даже несколько способов Как сложить нагрудный платок Редактор субтитров А.Семкин